МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. А вот они будут держаться на чемодане. В Динамо стартовал 16-й конкурс ледовых скульптур «Амурский хрусталь». Сегодня встретили, наверное, потенциального сотрудника здесь на мероприятии. В Хабаровске для людей с инвалидностью больше тысячи вакансий. Дальше разговариваемся. Такую глупость я не чувствую. Полицейские задержали похитителей канализационных люков. И сделала. Получилась красота. Сделана мама и сделана в России. Ярмарки с таким названием открываются по всей стране. Исключением не стал и Хабаровск. Очень весело. Сказка какая-то делается для маленьких детей. В парке Северный впервые открылся ледовый городок. Гостям новинка понравилась. Такие руки огромные. Потому что самое главное же руки, да, в марионетках. А вот они будут держаться на чемодане. Бродячие артисты, куклы-марионетки и рождение спектакля вырежут изо льда участники городского конкурса «Амурский хрусталь». В этом году тема соревнования «Волшебный мир театра». По традиции над созданием ледяной композиции будет трудиться 9 команд. Сегодня между художниками прошла жеребьевка. Многие сразу же приступили к работе. Это выплеск эмоций. Это очень полезная среда для творчества. Потому что здесь можно открыто творить. И здесь очень интересен сам материал. Потому что он действительно особенный. Лед он сам по себе очень красивый, переливается. Красота. Анастасия Николаева, урожденная хабаровчанка, уже несколько лет живет в Санкт-Петербурге. В родной город в этот раз художница вернулась специально, чтобы принять участие в конкурсе. По авторской задумке, марионетка Орликин будет выглядывать из чемодана. Но уже на месте выяснилось, что в эскиз придется вносить изменения. «Мы не рассчитывали, что будет блок на две стороны. Ну, две стороны лицевые. У нас, как видите, вот эту вот крышку мы не сможем сделать. С одной стороны, это получается, что у нас будет не лицевая. Ну, как бы просто вот крышка, да. Нам надо сейчас будет как-то подумать, как обыграть. Может быть, чемодан вообще уйдет. Инструментов в арсенале урещиков по льду не меньше десятка. Это фрезы, электрые бензопилы, утюги, всевозможные скребки и, конечно, стамески. Многие скульпторы мастерят их сами. Мой любимый инструмент. Он сделан из станка для стрижки. Идеально режет. Какие-то мелкие детали вообще. Ну, как бы вот с такими зубчиками работать с ним получше, чем вот даже с крупными стамесками. В этом году аномально теплое начало декабря вызывало у художников опасения. А что, если лед в озере не успеет замерзнуть до нужных 50 сантиметров? Но Дед Мороз не подкачал. Блоки размером 2 на 2 метра вовремя доставили на центральную аллею парка «Динамо». Вот сегодня, например, очень тепло, да, и лед может просто не приклеиться к какие-то основные массы. Поэтому надо будет, возможно, где-то или оставаться, может быть, когда зайдет солнце и немножко опустится температура, тогда будет более-менее благоприятнее работать. Ну, а в принципе, вот сейчас можно делать распиловку, можно разбрасывать его. Бывает лед чисто прозрачный сразу. Бывает, как мы сейчас видим, он с таким, с белым налетом. То есть это уже неоднородный. Вот это неоднородная масса, неоднородный материал. Каждый художник, если он художник, это все видит, и он будет это использовать. На создание ледяных шедевров у художников есть три дня. В понедельник, 24 декабря, конкурсная комиссия подведет итоги. Кто же получит главный приз 60 тысяч рублей, узнаем в следующую пятницу. Наталья Чернышева, Евгений Власов. Хабаровск. События. Хабаровский индустриальный парк «Авангард» занял 12-ю строчку в национальном рейтинге индустриальных парков России. Всего в список попали 167 промышленных территорий страны. При составлении рейтинга учитывалось состояние инфраструктуры, логистика, качество сервиса управляющей компании, привлекательность для бизнеса, перспективы развития территории. Мы пользуемся природным газом, пользуемся электричеством и пользуемся водой. Всем этим обеспечивает нас централизованный индустриальный парк «Авангард». И самое главное для нас – бесперебойное снабжение, что позволяет нам выращивать в зимний период свежие овощи. В этом году, к примеру, на столы хабаровчан попали коктейльные перцы, что является новинкой для нашего рынка. Индустриальный парк «Авангард» с 2014 года входит в состав «ТАСЭР Хабаровск». Сегодня здесь работают 8 резидентов. Они производят сельскохозяйственную продукцию, реализуют проекты в сферах производства электрооборудования и логистики. В ближайшее время здесь развернут свой бизнес еще 5 компаний. В Хабаровске продолжается модернизация головных очистных сооружений городского водопровода. Мы находимся, можно сказать, в самом современном цехе. Здесь все автоматизировано, никого, кроме нашей съемочной группы, нет. Здесь вода, уже смешанная с реагентами, проходит процесс хлопья образования, чтобы потом вредные вещества выпали в осадок. Для наглядности происходящего сотрудники водоканала запускают процесс и в пустых камерах. Готов? Включай. На первый взгляд ничего сложного. Но кроме этого вентилятора здесь работает и автоматическая система очистки камеры. Есть и фильтры, а не американская система «Леопольд». Для сравнения, в камерах, построенных в 2008 году, работа идет совсем по другому принципу. Здесь для очистки воды используют деревянные перегородки. В очереди модернизации стоят и другие блоки. Находимся на блоке отстойников, который отработал уже 40 лет с 1974 года. 114 миллионов литров воды подают все головные водоочистные сооружения в сутки. Во время реконструкции работу не останавливают. В перспективе организация откажется от жидкого хлора. Вместо него уже начинает использовать ультрафиолетовые лампы. В данной установке находится 90 ламп. Мощность каждой лампы по 700 ватт. Каждая лампа излучает спектр, который губителен для, как я уже сказал, патогенной микрофлоры и вирусов. Модернизация обязывает сотрудникам водоканала работать в режиме многозадачности. Решает текущие проблемы и планирует реконструкцию уже на 2019 год. Она будет масштабной. Полное перевооружение хлораторной, замена оборудования, хлорного испарительного оборудования, дозирующего оборудования. Также проектирование и начало реализации проекта, автоматизация скорых фильтров в первую очередь. Новые системы сократят затраты водоканала на электроэнергию и расход воды для промывки фильтров. Это необходимо для того, чтобы остановить рост тарифов для горожан. Антон Примачев, Александр Марченко, Хабаровсобытия. Последние годы в хабаровских вузах появляется все больше студентов с инвалидностью. Это связано с тем, что учебные заведения становятся доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. И теперь самый обсуждаемый вопрос – что делать тем, кто смог получить высшее образование? Ответ на этот вопрос искали в ТОГУ на встрече представителей вузов, центров занятости и работодателей. По данным Центра занятости населения Хабаровска и Хабаровского района, сегодня больше тысячи вакансий для людей с инвалидностью. Соискателей меньше. Проблема двояка. Либо нет подходящих вакансий, либо требования работодателей слишком серьезны. Из них 377 вакансий работодатели ищут людей с высшим образованием. Бухгалтера, экономисты, менеджеры, даже руководитель кадровой службы. Такая ситуация произошла из-за поправок в законе о квотировании. Теперь государственные компании с составом от 36 человек обязаны принимать на работу людей с инвалидностью. А соискатели с ограничениями по здоровью могут выбирать. И начинают делать это еще в ВУЗе. Начинаем вести уже работу, подборы вакансий, подходящих по специальности наших выпускников. Предлагаем ребятам рассмотреть эти предложения. Ну и, конечно, стараемся сотрудничать с службой занятости по факту трудоустройства на квотируемые рабочие места. Высшее образование в Хабаровске действительно становится доступнее для людей с инвалидностью. Например, в ТОГУ количество первокурсников выросло в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Работа ведется системно. Профориентация школьников, модернизация учебных корпусов, взаимодействие с работодателями. В регионе этим руководит ресурсный учебно-методический центр, который год назад создали на базе ТОГУ. Была проведена большая профориентационная работа с выпускниками школ, имеющими ограниченные возможности здоровья и инвалидность. А также была проведена большая работа по обучению профессорско-преподавательского состава для работы со студентами с инвалидностью. В вузах для студентов с ограниченными возможностями создаются необходимые условия для учебы. Например, ТОГУ может принять студента любой категории инвалидности. Это устройство, которое позволяет совершенно незрячему студенту читать ту учебную литературу, которая представлена в обычном формате. Добрый день, уважаемые гости! Чтобы студенты оценили свои возможности, ресурсный учебно-методический центр ТОГУ уже год помогает преподавателям учить людей с инвалидностью. Готовит встречи с работодателями. Вот и сейчас на работу готовы забирать буквально с мероприятия. Сегодня встретили потенциального сотрудника здесь на мероприятии. Такая активная девушка в очках, которая там создавала вопросы. Мне очень понравилось. Отставила свои координаты. Я думаю, что мы созвонимся и трудоустроим девушку. Хабаровский аэропорт и многие другие компании устраивают людей с инвалидностью не только на квотируемые места. Хорошим специалистам готовы создавать условия. Яна Коробицына, Андрей Третьяков. Хабаровск. События. В этом году с улиц Хабаровска похитили более 700 решеток ливневой канализации. Город понес убытки на 6 миллионов рублей. Чаще всего преступников не находят. Однако в ночь с 19 на 20 декабря сотрудники ГАИ задержали такси с шестью чугунными люками. Остановили машину за нарушение ПДД. Награбленное обнаружили в ходе проверки. Задержанные пассажиры рассказали, что отмечали день рождения. Когда денежные средства и спиртное закончились, возникла идея похитить люки с целью их дальнейшего сбыта. Младший из подельников работает поваром. Признается, место преступления район переулка Донского и улицы лейтенанта Орлова присмотрел заранее. Люки вы украли там, где люди не ходят? Да. Ага. Почему вы так решили? Что там, безлюдная улица? Потому что я знаю, где ее взял. Там не ходят люди. Там ни трехлородов нет, ни трехлородов частей, ни машины не ездят. Задержанные хабаровчане свою вину полностью признали. Один раз в жизни такое случилось. Такая вот неудачная, какие-то чутки. Ага. Ну а так, я так понимаю, раскаиваетесь? Конечно, я впусковидное описание. Лучше разгаиваюсь. Такую глупость совершит. Я живу в жизни несколько раз. Оба фигуранта уголовного дела ранее имели проблемы с законом. Им грозит до пяти лет лишения свободы за кражу муниципальной собственности. Дмитрий Павленко, Наталья Чернышева, Дмитрий Папуша. Хабаровск. События. Мама может все. К такому выводу пришли руководители общественной организации «Опора России» по поддержке малого и среднего предпринимательства. И по всей стране открыли выставку, где мамы смогли представить свою продукцию. Такая открылась и в Хабаровске. В общем, я беру овощину пчеловодную, собаку и вот это с травами, что прям кайфануть, кайфануть на Новый год. А из чего мылка у вас сделана? Скажите, пожалуйста. Очень интересное наблюдение. Приходят молодые мамы, когда они берут для деток в подарок мыло, оно очень полезно для ручек. Очень хорошее, качественное мыло. В основном, конечно, на ярмарке представлены украшения, а также игрушки. Но игрушки абсолютно разные. Мягкие, твердые, новогодние. Вот, к примеру, мама Валерия Кузнецова представила вот такие новогодние шары. Я сделала. Получилась красота. Вы чувствуете какую-то отдачу, когда сделаете хорошую вещь? Вы имеете в виду финансовую или моральную? Финансовую, моральную. Ну, к сожалению, в нашей стране такой труд еще ценится не настолько высоко, как за рубежом. Ну, а может быть, к счастью для покупателей. Ну, какая же мама не любит цветы? Эти букеты представлены Ириной Ковнер. Но самое интересное, это то, что они... Минуточку. Шоколадные. Шоколадной флористикой в Хабаровске не занимаются. Очень много занимаются в Приморье. Но вот у нас еще никто на мастер-классы не приходил и не записывался. Но можно сказать, что да, я одна в Хабаровске делаю эти шоколадные пионы. Много трудов стоит? Да, это очень трудозатратный процесс, потому что очень внимательно нужно относиться к тому, чтобы каждый лепесточек не упал, не выпал, не приклеился куда-нибудь. Поэтому, ну, наверное, на один цветок полдня уходит. На выставку пришли руководители краевых ведомств регионального движения «Опоры России» и вице-мэр города Хабаровска Ирина Анатольевна Шапира. Ирина Анатольевна, вы тоже выбрали себе какой-то подарок? На этой выставке у меня просто глаза разбежали. Есть так много разнообразных поделок. Существуют ли у нас какие-то программы поддержки для вот таких вот предпринимателей-начинающих? Конечно. В городе существует программа поддержки предпринимательства. Есть большое количество краевых программ по поддержке предпринимательства. И многие из этих участниц, они знают об этих программах, они пользуются. Сегодня мы обращаемся ко всем. Внести свои пожертвования в поддержку и помощь Машину Трихину. Девочке два года. Она живет в городе Бекин. И все же мама – это в первую очередь милосердие. И организаторы этой ярмарки об этом не забывают. Сейчас, к примеру, идет призыв посетителям ярмарки к благотворительности. Наши мероприятия еще сопровождаются именно каким-то женским сегментом. И это, конечно, в первую очередь это любовь, добро, мягкость. Яна Петухова, организатор ярмарки. Яна, ну такая ярмарка уже проходит у нас в третий раз. И кому помогали в прошлые годы? Я скажу так, что с учетом того, что это все социальные проекты, благотворительные проекты, это конкретно фонд «Счастливое детство». Это детки, кому нужны деньги на операции, на лечение. Это дети с ограниченной возможностью. Это фонд «Счастливое детство». Когда приглашали детей, организовали им праздник, дарили подарки. И все это делали сами. И получали очень хорошую обратную связь. На ярмарке идет не только торговля. Сюда приглашены аниматоры. И устраиваются мастер-классы для детей. Она работает сегодня в пятницу и будет открыта завтра с 10 утра в Экадоме. Антон Примачев, Александр Марченко. Хабаровс События. Выставка картин «Рождество глазами детей» открылась в музее истории Хабаровска. Авторы – ученики художественных школ и студий. На конкурс они представили 133 работы. Созданы определенные жюри, которые будут проводить тщательный отбор детей. Конечно, деток нужно поощрять, можно сказать, что всех, потому что дети старались. Фестиваль «Рождество глазами детей» проходит в Хабаровске уже в седьмой раз. Каждый год ребята рисуют картины, исполняют песни и калятки, ставят спектакли и читают рассказы и стихи. Торжественное открытие фестиваля пройдет 5 января в городском Дворце культуры. В культурно-спортивном комплексе «Арсеналец» боксеры и руководители федерации подвели итоги уходящего года. Что касается спортивных показателей, то здесь полный порядок. На чемпионате России, который в 2018-м прошел в Якутске, в общем зачете сборная Хабаровского края заняла 9-е место из всех 85 субъектов страны. Топ-10 – это общий результат. Если говорить о личном зачете, то самый титулованный из действующих боксеров Андрей Замковой. Победитель мемориала Короткова стал шестикратным чемпионом России. Везде есть конкуренция. Также в Хабаровске двоих молодых людей сейчас награждали. Они также боксируют 69. Я с одним из них боксировал на Короткова. Я понимаю, что конкуренция очень серьезная. 9 мастеров спорта мы сегодня поздравили. Это нормально. То есть ребята прошли все ступеньки для того, чтобы стать мастером спорта. Слово мастер, оно сразу говорит мастер. То есть мастер своего дела, мастер спорта. Но это не последняя ступенька. Еще есть мастер спорта международного класса. И у нас можно ее в городе Хабаровске тоже защитить. А защищают хабаровские спортсмены не только честь местной школы бокса, но и нас с вами. Например, один из девяти новоиспеченных мастеров спорта Евгений Осинцев сейчас проходит практику в качестве участкового. Так что лучше не нарушайте закон. Закон нарушать в принципе не нужно. В принципе, везде в нашем городе работают какие-либо спортсмены, борцы или боксеры, и многие мастера спорта. А в Краснофлотском районе мастер спорта по боксу? Да, мастер спорта по боксу. Залы для занятий боксом и секции есть практически во всех районах города. Так что, если хотите присоединиться к спортивному движению, приходите, вам будут рады. Сергей Щербаков, Александр Марченко. Хабаровск. События. С Новым годом! С Новым годом! В парке Северный впервые открылся ледовый городок. Это очень красивое место. Есть где развлечься. Много горок. Приходите, развлекайтесь. Ну, очень весело. Сказка какая-то делается для маленьких детей. В принципе, одобряю. Всего в городке 16 ледяных конструкций. Дети смогут пройтись по лабиринту, покататься на горках и на катке. Я думаю, для первого раза это будет вообще очень здорово. И мы всех поздравляем с наступающим Новым годом. Просто приглашаем к нам в парк Северных всех жителей города Хабаровска, потому что это одно из красивейших мест города. А сейчас оно еще украшено новогодней сказкой. Снега нет, а лед есть. Каток доступен для всех жителей Хабаровска. Но его круглосуточная работа пока под вопросом. Все будет видно от ситуации, понимаете как. Ведь раньше почему мы закрывали? Потому как вандалы все нам щиты сломали. Абсолютно. Так же, как и сейчас. Поэтому я думаю, что даже если как-то мы будем закрывать, ну это никак не отразится на наших отдыхающих, на гражданах. Городок построили всего за две недели. Потратив при этом 3 миллиона рублей на лед, гирлянды, освещение и работу художников. Я буду сюда ходить кататься на горках и на коньках. Какую красоту сделали из льда. Вообще прекрасно. Такие фигуры красивые никогда не было. В этом году сделали. Очень хорошо. Открыли городок вместе с хабаровчанами Владислав Игнатьев и Александр Марченко. Хабаровск. События. У mente с хабаров转 вidir Justin Smith. Мы продолжаем эту еду. Продолжение следует... Продолжение следует...